В честь каждого из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне посадить по дереву – такой изначальный замысел всероссийской акции «Лес Победы». В этом году главной площадкой в Лобне стал Шереметьевский лес. Там посадили рекордное количество деревьев. Даже не сосчитать. Много. Много. Много посадили. 35 тысяч саженцев, ели и сосны появилось на месте зараженных жуком-караедом спиленных мертвых деревьев. Из-за внушительного объема работы посадку пришлось разделить на несколько этапов. Компания «Ифрашеза» закупила саженцы – 35 тысяч. Посадили 7 числа 15 тысяч. И по принципу холодильника остальные саженцы были прикопаны в лесу. Но была сухая, жаркая погода. И поэтому мы выходили вечерами на посадку. То есть опасались того, что стояла сухая погода и саженцы начнут портиться. За эти три дня мы посадили порядка 6 тысяч саженцев. И сегодня тоже мы все здесь. И надеемся, что этот участок мы полностью досадим. В день Всероссийской акции в Шереметьевский лес пришли около 300 жителей Лобни, а также школьники, общественники, представители администрации и городских служб. Мы тоже, как и все, принимаем участие в акции «Лес Победы». Приняли участие в посадке молодняка, в посадке деревьевца. Поработали с мелким населением, с молодежью. Проинструктировали требования пожарной безопасности. Особые требования существуют и к технологии посадки деревьев. Чтобы саженец прижился, просто поместить его в землю недостаточно. Существует специальная лопата, меч Колесова. Ее вставляют в землю, раскачивают. Получается лунка. Берется саженец, выправляется корешок. Саженец должен быть обязательно влажный. И по корневую шейку усаживается в землю. И чуть-чуть поодали такой же лопаты, тоже в раскачечку придавливают землю. И получается, что корешок получается придавленный. И сам росточек придавленный. И проверять нужно, если, допустим, можно таким легким движением вытащить саженец, значит, он не приживется. Сажать деревья на других городских площадках было несколько проще. Там заранее подготовили лунки, землю и лейки. Старт акции «Лес Победы» был дан в городском парке, где ветераны и школьники высадили несколько десятков берез. Некоторым из них люди присвоили имена лобнинцев, героев Великой Отечественной войны, подвязывая на деревья георгиевские ленточки. В светлой памяти Марии Николаевне Поповой, лётчице, боевой лётчице, которая 640 боевых вылетов сделала во время войны. Вот это её имя теперь здесь. А моё любимое дерево – берёза. И по гороскопу я берёза. Берёза, берёза был пароль и во время Великой Отечественной войны у многих, у многих дивизий. Мой дед воевал тоже, и он всегда говорил, что воздух – это самое лучшее, что нужно защищать наш лес. Вот так он говорил. За несколько часов акции на шести городских площадках высадили более 500 деревьев. Мы выбрали специально, учитывая то, что это «Лес Победы» акции, те места святые, которые связаны с Великой Отечественной войной. Это у нас парк Киова, где братская могила. Это сквер защитникам Москвы. Также деревья сажали в берёзовой роще возле пятой школы, в памятных местах микрорайонов Луговая и Красная Поляна. Стоит отметить, что посадки деревьев в Лобни производятся регулярно, как и во всём Подмосковье в рамках областной программы «Наш лес, посади своё дерево». Никита Панин, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.